Последние 20 лет российская внешняя политика деградировала, и наша страна стала посмешищем для всего мира. Как один постом в Фейсбуке можно развязать дипломатический скандал? Мастер-класс дала Мария Захарова. Начал позориться иди до конца. Физ, февраль, апрель, альматы. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Балаган открылся для зоофилов. Гопнические наезды — это теперь никакие не шутки, это государственный мейнстрим. А нести издержки за все это приходится нам с вами. Привет, это Дмитрий Гудков. Москва и Вашингтон, как и следовало ожидать, не достигли никакого прогресса в вопросе нерасширения НАТО. Почему так произошло? Что вообще происходит с нашей дипломатией? Поговорим об этом сегодня. Нагинайтесь, мы посмотрим, как вас дискриминировали или не дискриминировали. Ну, конечно, я бы сказал, козлы нахуй. Так много пуссиков вокруг вашей пресс-производительной кампании. Так много пуссиков. Что вы хотите? Спасибо большое. Вроде подъезд. Дебил. Когда я учился в Дип-Академии, мне рассказали анекдот про советских дипломатов. В общем, профессор МГИМО дает задание студентам написать ответ на дипломатическую ноту США в связи со всплытием советской атомной подлодки посреди озера Мичиган. В общем, будущие студенты дают работу, преподаватель читает одну и говорит. Заявление прекрасное, но есть два замечания. Черномазы пишутся слитно, а нахрен раздельно. А так все хорошо. В современном прочтении анекдоты есть продолжение. Как вас зовут, молодой человек? Сережа Лавров. Нам известно о трех встречах президента Путина и президента Трампа на саммите 20-ки в Гамбурге. Была еще очевидна тусторонняя встреча на обеде. А может, они в туалет вместе заходили? Это был бы четвертый раз. К чему я все это? Многие, конечно, видели новый проект соглашения России и США. Вот когда я его прочитал на сайте Эхо Москвы, то подумал, что это какой-то новогодний пранк от Невзорова. Наверное, там не хватало только карикатуры Ёлкина в конце. Ну, увы, это все по-настоящему. Наш МИД выкатил Западу ультиматум в стиле гопника, еще пригрозил войной. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО вновь проигнорирует обеспокоенность Москвы, Россия, цитата, найдет формы, как ответить, в том числе в военном плане. Сегодня я расскажу о том, как деградировала дипломатия путинских времен и с чего все начиналось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А мы начинаем. Текст соглашения России-США, предложенный МИДом, ну, это такой новый пакт Молотова-Риббентропа о разделе сфер влияния. Во-первых, он оскорбляет наших соседей, ведь, по сути, путинский режим предлагает сговор с Америкой, чтобы решить судьбу этих стран у них за спиной. Во-вторых, он оскорбляет Европу тем, что договариваться с НАТО Россия хочет без учета мнения стран, входящих в НАТО. А это мало того, что заведомо неприемлемое предложение, так еще и написано в стилистике того самого анекдота. И все это происходит на фоне угрозы войны с Украиной. Россия окружает Украину с трех сторон. Об этом сообщило издание New York Times и показало карту вероятной дислокации российских войск у западных границ. На ней указаны рода войск, их численность и виды техники. Если помните, когда-то по НТВ показывали сатирическое шоу у Виктора Шендеровича «Кукла». Вот если бы я в серии про крошку Цахеса, главный герой, начал рассказывать всему миру, что хочет быть владычицей морской, я бы, наверное, посмеялся. Мы дали им по морде. Всем им дали по морде. Чтобы они знали. Патриот. Ищенный патриот. Оплот нации. Деятель государственного масштаба. Но когда дипломаты, не Жириновский с Милоновым, а настоящие дипломаты, на голубом глазу произносят такое вслух, становится ясно. Гопнические наезды – это теперь никакие не шутки, это государственный мейнстрим. Вообще, как мы до такого докатились? В 2003 году США с союзниками вторглись в Ирак, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна. И тогда Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, выступил с эпохальным обращением. «Не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Германия, это не Афганистан. Джордж, твоих солдат здесь порвут на часть. Ты 250 тысяч отборных солдат Ирака. Они все разнесут. Они всю пустыню пройдут за один час. Они взорвут все твои эсминцы. Всех твоих журналистов, дипломатов». Жириновский всегда играл такую роль политического фрика, выступал с идиозными заявлениями и рассматривал любую трибуну как цирковую арену. А тогда он был еще вице-спикером Госдумы и делегатом парламентской ассамблеи Совета Европы. Видимо, высокая должность его раззадорила, и пьяный в стельку Жириновский стал объяснять американскому президенту, как вести внешнюю политику. «Я тебе здесь говорю, а смотри, какое небо. Багдад! Багдад — это не Берлин, это не Кабул. Ты никогда здесь не достигнешь победы. Потому что мы знаем этот народ, мы знаем этого президента. Он один на всю планету, тебя посылает на... Один!» Я в то время как раз учился в дипломатической академии МИД России. И тогда в нашем кругу эту речь приводили в качестве примера того, как не может вести себя дипломат. Но, к сожалению, очень скоро такой стиль общения превратился в норму. 2008 год, очередная война России против Грузии. И глава британского форен-офиса Дэвид Мэллибент по телефону выражает озабоченность по поводу агрессии своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Тогда многие СМИ приписали главе МИД фразу «Кто ты такой, чтобы мне нотации читать?» Ее он якобы произнес в адрес британского коллеги. Потом оказалось, что британского министра Лавров все-таки не материл. Зато назвал долбанным психом президента Грузии Михаила Саакашвили. Что, в общем, не сильно лучше. После этого МИД пошел в разнос. На пресс-конференции с саудовским министром иностранных дел Лавров стал ругаться матом. На этот раз по-настоящему, под запись. Возможно, глава российского МИДа ругался не на саудитов, а разнервничался из-за фотокорреспондентов. Хотя посылать матом журналистов, ну, дипломатам, согласитесь, тоже как-то не положено. Но год спустя пресс-секретарь Путина Песков уже весело отшучивался на эту тему. «Как бы вы вот на ваш язык перевели бы знаменитую фразу Лаврова «Дебилы, б***ь». «Дебилы, б***ь». «Ну, конечно, я бы сказал «Козлы, на***». Дипломатия в стиле гопника ему кажется не позором, а поводом для шуток, если не для гордости. А еще в том же 15-м году представителем МИДа стала Мария Захарова, и МИД заговорил на совсем другом языке. Когда журналистки СНН спросила Лаврова, что тот думает по поводу скандала президентской кампании Дональда Трампа, Лавров в ответ пошло отшутился, дескать, у вас слишком много кисок на выборах. «Трамп, напомню, попал на видео с утверждением, что может безнаказанно домогаться до женщин». «Трамп, напомню, что можно было бы тактично промолчать или осудить слова Трампа. Но Лавров решил ответить скабрезной шуткой, начал позориться иди до конца». Уверен, этот случай вы тоже помните. На заседании Совбеза ООН наш дипломат Владимир Сафранков нахамил британскому коллеге Мэтью Райкфорту. «Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступлениями СТУРа не слушал. И вообще, за рамками дипломатического приличия, господин Райкфортов, «Ваши сентенции по России и Китаю». Тот осудил Россию за использование права вета для поддержки автократа Башара-Осада. А потом Сафранкова назначили спецпредставителем министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию. То есть Лаврова, очевидно, такой стиль переговоров, стиль общения понравился. Кстати, гопнический подход к внешней политике понравился не только дипломатам, но и российским пропагандистам. На Первом канале, ну где и без того, как вы знаете, звучат оскорбления в адрес других стран, притащили ведро, извините, с говном для украинского гостя. Каждому такому запорожскому, который, конечно, испугался признаться, что это его. А Владимир Соловьев за пару лет до этого с упоением вещал, как Россия должна за счет дипломатии и партизанских отрядов получить контроль не только над Донбассом, но и над всей Украиной. И в кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся эта больше, чем Луганский и Донецк. Гораздо. Ну и как не вспомнить знаменитый радиоактивный пепел Киселева? Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Я, кстати, хорошо помню то время, когда разжигать ненависть и призывать к войне с другими странами в телеэфире считалось чем-то абсолютно неприемлемым. Это сходило с рук только городским сумасшедшим или фрикам вроде того же Жириновского. Не смейте стрелять по Багдаду! Лучше вместе ебать вам по Тбилиси! Кстати, разжигание ненависти и призывы к войне это еще и уголовные преступления. Но если ты разжигаешь и призываешь в рамках кремлевской пропаганды, то тебе, конечно, ничего за это не будет. К сожалению, никакого просвета во всем этом балагане не видно. Наоборот, российские чиновники и дипломаты как будто специально стараются испортить отношения со всеми, даже с друзьями. Ну вот, например, Александр Вучич, президент Сербии. В Сербии дружат с Россией, даже санкции не вводят. Что делает российский МИД в лице Марии Захаровой? Оскорбляет союзника, написав, что его будто притащили на допрос. Как один постом в Фейсбуке можно развязать дипломатический скандал? Мастер-класс дала Мария Захарова. На днях официальный представитель российского МИДа запустил фотографию переговоров президентов Сербии и США. Место действия — овальный кабинет Белого дома. А рядом Мария Захарова разместила скриншот из фильма «Основной инстинкт». Тот самый момент, где героиня Шерон Стоун закидывает ногу на ногу. Калаш официальный представитель российского МИДа снабдила подписью. Если вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото 2. Кем бы вы ни были, просто поверьте. Кучич на том самом снимке договаривался в Вашингтоне по поводу косого и экономического сотрудничества. Сербия получила все, что хотела. И на фоне успешного соглашения США хамство с Захаровой только лишний раз показало некомпетентность путинских дипломатов. И извиняться уже за Захарову пришлось и Путину, и Лаврову. И вроде как бы конфликт исчерпан, но осадочек остался. А из множества таких осадочков постепенно складываются отношения с другими странами. И отнюдь не дружеские. Только нашему МИДу как будто неинтересна внешняя политика, соглашения, дипломатия, партнерство. Главное устроить скандал. И неважно, союзник перед тобой или оппонент. Путинские парламентарии тоже не отстают от наших дипломатов и пропагандистов. Вот, например, депутат партии Родины Алексей Журавлев выступил с заявлением, что в Дании насилуют черепах в борделях для зоофилов. У них первый порно этот балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Ну и чтобы дважды не вставать, этот же депутат обвинил датского министра иностранных дел в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Если ты 30 лет по заднице кого-то хлопнул, понимаете, можешь в тюрьму загреметь легко. 30 лет назад. 30 лет назад, да. Но министр иностранных дел Дании насилует 15-летнего ребенка, активист его партии. И что, извиняется? Ну извините, так вышло. И ничего. Датские СМИ тогда написали, что такая волна истерии стала реакцией на то, что Дания поддержала санкции против Беларуси и покритиковала строительство Северного потока-2. Видимо, никакого другого ответа, кроме зоофильских фантазий, у депутата Журавлева просто не нашлось. Многие люди, видя такие заявления, не раз задавались вопросом, ну они что там, обкурились? Но вскоре этот вопрос из шуточного превратился в серьезный. В 2018 году в посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов кокаина. МИД свалил вину на какого-то сотрудника. Официальная позиция была такая, мы не виноваты, кокаин не наш. Вместе с ним привлекли еще к завхозу, там якобы эта парочка превратила дип-миссию в перевалочный хаб для наркотрафика. Вообще история достойна голливудского триллера. Журналисты называли причастным даже главу совбеза Николая Патрушева. Его самолет использовался для перевозки опасного груза. Объяснить, откуда взялся кокаин, не могут до сих пор. Ну посудите сами. Если превратить посольство в склад наркотиков смогли завхозы, ведь неизвестно откуда взявшийся человек, которого пускали внутрь, под честное слово, без документов, это может означать только две вещи. Либо в службе безопасности посольства работают клинические идиоты, которых может обмануть первый прохожий. Либо все происходило по обоюдному согласию. То есть к наркотрафику были причастны сами российские дипломаты. И оба варианта, как вы понимаете, выставляют нашу страну в ужасном свете. Кстати, для самих дипломатов никаких серьезных последствий не было. Аргентинского посла, например, просто перевели в Мексику. Последние 20 лет российская внешняя политика деградировала, и наша страна стала посмешищем для всего мира. Неудивительно, что Кремль может привлечь к себе внимание, только шантажируя соседей газом или войной. Того же Никиту Хрущева, стучащего ботинком по трибуне, многие воспринимают иронично, как какой-то нелепый советский атовизм. Но в вопросах внешней политики он был гораздо компетентнее путинских дипломатов. Он, например, не допустил ядерной войны во время самого острого в истории ядерного кризиса. А нынешние говыруны показывают шоу ради шоу. На наших глазах МИД превратил пропагандистскую истеричную риторику в инструмент дипломатии. Любое публичное заявление от лица страны превратилось в такое развлечение для зрителей федерального зомбоящика. Глядите, мол, как наши уделали американцы. Только аудитория телевизора уменьшается из года в год. И скоро зритель останется один, главный, который прячется в бункере. А простым россиянам больше нет до виртуальных побед над Западом. Они едва концы с концами сводят. Российская дипломатия больше не обеспечивает мирного взаимодействия с окружающим миром. Наружу из нашей страны торчит такая злобная медвежья морда. Она в лучшем случае травит хохма, в худшем устраивает провокации, заметает следы преступления и будто специально отталкивает от себя другие страны, выставляя нелепые ультиматумы. А нести издержки за все это приходится нам с вами. Но главное, что мы должны понимать, это продлится до тех пор, пока мы будем это им позволять. Это был Дмитрий Гудков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!